Есть! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Друзья, приветствую всех! Уже, скорее даже, доброе утро, можно сказать, даже, а не доброй ночи, потому что уже мы вечер простояли, ночь продержались, и вот до утра, по милости Господне, дожили, дошли. И сегодня такая ночь у нас бдения, рассуждения, молитвы, общения, свидетельств. И, знаете, я думаю, что я вот подотаживая эту ночь, я вижу определенную пользу в этом все. я думаю, что надо время от времени проводить подобные трансляции. И вот по поводу семинарий, как раз, вопрос тоже был поднят в предыдущей программе. И у меня тоже такое, как бы, откровение, не откровение, но что действительно интернет-семинарий, да, очень важная и очень практичная вещь. Как Вы часто повторяете о том, что в эпоху живем, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, да, вот как-то вот использовать старые дедовские подходы не совсем уместно в эпоху постмодерна, когда у каждого в кармане там целый мир, да? Да, да. И ты, если хочешь им пользоваться, ты обретешь этот мир, и не только в кармане, но и в сердце. Да, да. Поэтому будем записывать, тем более сейчас, пожалуйста, и камера тебе есть, значит, и, пожалуйста, пиши, не хочу. Я думаю, что будем записывать разные темы. Я, кстати, даже попрошу, наверное, наших батюшек, вот кто в чем может, допустим, послужить какой темой. Вот интересно. То есть какие-то материалы можно просто из очень хороших христианских образовательных порталов. Да, 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 использовать. Там очень, очень хороший материал есть. И просто мы будем это, при том, что они приветствуют это. То есть это не воровство, мы просто можем это как бы транслировать. Мне очень нравятся вот наработки вот церкви спасения, вот Пелопсавочка, это в Вишневом, это под Киевом. Очень, очень, очень хорошие наработки, как раз именно такие практичные, тем более жизнь показала, что, ну, продуктивность вот этих всех как раз именно. У них и учебники свои, там и рабочие тетради, слава Богу. Вот, и, конечно, и наработки православных семинарий. Но вот именно действительно, как вот устав мы наш делали, я помню, взяли там устав традиционной православной церкви, там Московского приорхата, Киевского приорхата, пересмотрели. Там, значит, я сам, допустим, раз абзац оттуда, абзац отсюда. Подходит, да, почему бы нет. Очень хорошо все сказано, думаю. Ну, надо еще доработать, думаю, потому что, вот, как бы, чтобы такой был евангельский больше взгляд был. Что-то можно взять у католиков из документов того Ватиканского собора, реформаторского собора, евангельского, там очень много хороших четко оформленных юридических каких-то вот представлений об устройстве общины церкви, то есть все четко на описаниях. Вот, и действительно, чтобы обогатиться всем этим опытом огромно, раз этот опыт уже есть, уже зачем велосипед изобретать, уже это и есть, уже. И даже опыт есть в сфере реформации огромного, вот именно в контексте 21 века тоже, то есть католики, набив там шишки оскомины, чем-то все-таки могут поделиться. Конечно, да, да. И церкви, которые, допустим, протестантские, позднего такого поколения, столкнувшись со своими проблемами, да, тоже, они тоже могут поделиться. Да, 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 слава Богу. Так что, друзья, молитесь о реформации и о семинарии, реформаторской православной семинарии. Вот, и, значит, эти все видео озаглавлены словами «Церковь непрестанно реформируется», да, «Ecclesia Semper Reformanda». Значит, и пусть вот это будет действительно таким напоминанием вот об этих словах о реформации, о нашем движении вперед Господу, вот, и о нашем движении с Ним, вместе с Господом. Как вот в колледже Якова, я упоминал сегодня его, значит, там, значит, в одной из групп был девиз, там в каждой группе был свой девиз. И вот в одной из групп был девиз «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед с Иисусом вместе». Мне так понравилось это, думаю, здорово. Вот другие девизы как-то не так запомнились вообще, а вот этот прям сразу прям врезался так в память. Хороший девиз. Вот, значит, и пусть вот подобный девиз будет девизом нашей жизни, наших судьб христианских. Вот, и, конечно, вот здесь у нас, например, вот, литургии, да, вот, например, божественной литургии, да, пожалуйста, вот, наша архиепископия. Вот, такой большой вариант, укороченный вариант. Вечерний укороченный, утренний укороченный. Чтобы служители могли ориентироваться, да, и примерно, значит, ну, как бы уже... И в разных языках, русский, украинский. Это украинский проект. Вот, и еще дякую ему Тобе, Господи Боже, за святейших патриархов, патриархи православных, за многочестивых, и по вик... Да, тут ритмику надо поймать. Да, да, еще надо... Язык меняет ритмику, то есть уже украинская литургия вроде похожа на белорусская, а уже я смотрю, что какие-то вещи не вытягиваю, потому что небольшое отличие уже другие вот тоны, да, там, да, придить поклонимость и преподима до Христа. Слава Богу. Вот, и та же самая литургия, те же там, ну, другие служения, обряды. Вот, потому как служение именно наше, как именно евангельское такое православное, реформаторское, обновленческое, мы как православные уже получаемся нового поколения, уже православные, вот, действительно, должны пересмотреть все. Тем более, что пока у нас маленькое такое братство, то все это гораздо можно проще, без болезней пройти, как бы. Не за что драться. Да, абсолютно. Не за портфель здесь, не за... Как это, не за что биться, нечем делиться, все об одном. Да, вот так вот. Так что период такой он, по-своему, имеет свою прелесть даже, хорош. Вот, и Господь да благословит. Молюсь, конечно, господину жатвы, чтобы он выслал делателя на жатву свою, жатву этого времени последнего. Вот, и чтобы мы, как вот священнослужители, православные именно реформаторы, чтобы действительно исполнили Божью волю святую, принесли живого Бога миллионам наших соотечественников. Потому что действительно Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Вот так вот. И о реформации уже много было сказано. Там, кстати, 10-го числа, по-моему, по-моему, 10-го ноября, день рождения Лютера, кстати. Вот, и, значит, в прошлом году я даже об этом там слово записывал, там, значит, что-то говорил о Лютере. Доброго, опять, хорошего. Вот, и, хотя часто его сейчас вспоминают и нехорошим словом, но, в общем-то, положа руку на сердце, то, что сделали братья тогда в начале 16-го столетия. Огромное им спасибо за все это. Потому что действительно Бог совершил через них свои деяния. И я думаю, что если бы тогда не глянула та реформация, может быть, до сих пор бы в Европе сжигали бы, видимо, на кострах бы, значит, там, и, значит, творились бы беззакония всякие. Кто-то знает. Не было бы права, не было бы конституции, потому что конституция родилась... Да, вот люди абсолютно далеки от религии историки, которые просто изучали этот вопрос, они говорят, что такие институции, как всеобщее избирательное право, книгопечатание... Равенство перед законом. Это можно и считать, не перечислять. Это все плоды реформации. Это все плоды... Развитие науки тоже, это плоды реформации. Капитализм сам. Да, умение, чтобы каждый человек сам умел читать, сам умел умолиться Богу, думать даже ошибочно сам. Это все следствие. Лютера и предшественников. Да. Вот так вот, дамы и господа. На самом деле... Кстати, интересно, одному батюшке как-то там доводилось тоже разговаривать. Он там протестанты, протестанты. Говорю, батюшка, а вы унитазом пользуетесь-то? Да. Говорю, его протестанты придумали тоже, между прочим. Или, допустим, там в одном магазине в Туле, там в Тульской... Ну, в Туле в самом деле. Значит, там такой магазинчик, всякие вещи продаются, женские в основном вещи. Значит, и это... Зашел, с продавцами о чем-то разговариваю, и зашла женщина, оказался-то хозяйкой. И она как-то так вот настроена была так не очень хорошо. Продавцы хорошо, женщины эти. А вот она как-то так начала. Вот, вот, что есть, как бы за ереси распространять, у нас православная церковь уже есть, уже такая вот, я хожу, значит, так все, у нас хорошо, нам не нужно ничего там другого. Вот, никакой другой... А, американская вера нам никакого не нужна, там, начинающая. Вот, самое интересное, ну, я говорю, ну, слушайте, говорю, вот, я вижу, прям, ну, под порогом там, машина припаркована, машина, вовсе, американская, говорю, вот, вещи, в основном, то я вижу тоже, ну, не тульской трикотажной фабрики, говорю, здесь, значит, импортные все вещи, значит, дорогие, американские, значит, европейские, вот, значит, и, говорю, то есть, плодами-то, веры чужой, то вы пользуетесь, значит, ну, хорошо бы узнать, что же привело их, вот, вот, чтобы они делали машины хорошие, вещи хорошие, почему надо понять, чтобы понять, нужно уразуметь, как люди изначально мыслят, верят. И та женщина осталась при своем, может быть даже, но она сказала, в этом что-то есть, она согласилась с этим доводом, не думала об этом никогда раньше. Очень не потерянный человек. Да, конечно. Видно, что такая бизнес-леди, думающая. Вот одна из задач реформации, благородных таких задач реформации, это заставить человека думать своей головой, принимать решения, отвечать за свои слова, за свои поступки, деяния, осознать личную, персональную ответственность перед Богом. Не просто коллективную ответственность перед Богом, а личную ответственность перед Богом. Это очень архиважная вещь. Коллективная ответственность, как правило, это коллективная безответственность. Да, так оно и есть. Потому что люди и держатся за коллективную ответственность, потому что, по сути, это безответственность на самом деле. И задача реформации как раз наоборот. А реформация начинается с информации, с хорошей информации, с правдивой информацией. Божье Слово, правда историческая, действительно помогает человеку, мысли правильно, дезинформация приводит к деформации, будем так говорить, поэтому пусть Божье Слово всегда питает Церковь Божью, и каждый из нас пусть питается с этого источника, который есть Божье Откровение, Божье Слово. Благословение Господних, Аллилуйя. В одной из передач Якова Кротова, последних, как раз связанных с реформацией, потому что как раз это юбилейный год, выступал архиепископ лютеранской церкви, такой консервативный, не крайне либеральный, а нормальный, потому что либерализм лютеранский там вообще уже, конечно. Вот он юрист сам по образованию, такой начитанный человек, всесторонне развитый человек, и вот он говорил, что когда нас лютеран обвиняют в том, что вы упростили христианство, вы слили его к минимуму, к какому-то минимализму, он говорит, что это неправда, тот, кто читал лютера, наоборот, он не упрекнет его в минимализме, потому что это очень тяжело нести индивидуальную ответственность перед Богом, это то, что уявлено через лютера. Это, наоборот, не уменьшение, это не какая-то примитивизация, а, наоборот, расширение, расширение сознания, то есть это взваливание на человека огромной ответственности, что там не церковь меня вымолит, Да, да, да. Не духовник меня там вытащит на небо. Не где-то там есть, там, ум, честь и совесть. Да, вот, не то, что вот... А я лишь винтиками. Да, 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 не моего ума дело, потому что владыка и батюшка не благословил мне считать Слово Божие. Да, да, да. Сей раб недостоин там, или рабыня, да. А вот что я сам могу читать, потому что Бог этого хочет, не потому что я такой горд, а потому что сам Господь в Своем Слове об этом говорит. Да, слава Богу. На самом деле, да, это так оно и есть. Я тоже, как бы, так, был в предвзятом таком отношении раньше к протестантам, допустим, из-за того, что, да, вот в меня вкладывали такое понимание, что, да, значит, что это примитивизм, как бы, значит, да, что протестантизм, он, как бы, он просто все там выхолачивает, и вообще, как бы, такая примитивная религия, как бы, а на самом деле, да, ведь христианство, оно и строится-то изначально-то. Да, если брать вот именно, ну, деяния апостолов, Евангелие, деяния апостолов, послания апостольские, Новый Завет, то оно и строится-то, на самом деле, вот именно на вот индивидуальной работе с Богом, потому что не просто кто-то за тебя там даже, да, а ты обращаешься к Богу лично, и Отец знает, в чем ты будешь иметь нужду, вообще имеешь нужду. Прежде твоего прошения в Него, но ты обращаешься к Нему, к Богу своему. И лишь один посредник в этом диалоге, да, в этом, как бы, мире божественном, это сам Иисус Христос, вот, это очень четко и понятно, описано все в Писаниях. Вот, а деформация для церкви, это от неправильной информации, на самом деле, искаженной информации, вот, дезинформация приводит к деформации. Деформация. Это 100%, и вот, церковь попадала постоянно в такие обольщения, отвлекаясь от искупившего Господа, вот, сегодня уже об этом говорилось не раз, епископ Киева был на связи у нас, вот, и как раз он тоже очень хорошо, так вот, очень здорово сказал об этом. И, значит, знаете, сам Иисус, он даже говорил, что, что на Него именно, как на начальника веры, совершители веры должны верующие взирать, он сказал в 3 главе Иоанна, что, как Моисей вознес змея в пустыне, так должен быть вознес сыну и сыну человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, написано. Вот, и получается, как в той истории с медным змеем, то те ужаленные, укушенные люди, у них был один лишь путь исцеления, спасения, смерти, да, смотреть на этого медного змея. Те, кто смотрели, они были исцелены, вот, и Иисус сказал, что это есть прямой прообраз Его самого, что Он Сам, Он взял все последствия этого злого начала, Он взял все последствия этого греха, и вообще весь этот грех на себя взял. Наш, общечеловеческий, и во Христе Бог простил всех нас, все человечество, весь этот мир, Бог простил уже. Вот в чем благая весть, что все, амнистия, прощение. Там, когда описывают, допустим, такие вот эпизоды, там, в тюрьмах, допустим, значит, я не сидел в тюрьме ни разу, но бывал в тюрьмах, в колониях, проповедовал Слово Божье, и однажды подсчитал, как я посетил колонии в общей сложности, получилось больше ста разных колоний посетил я за те годы, что он служил. Не специально, но так получалось, что приезжая в церкви, в школу некоторые библиотики, я параллельно, ну, так же попутно еще посещал еще и вместе с тюрьмным служением местные там колонии, какие-то тюрьмы, и получалось, что, да, значит, огромное количество, больше ста колоний. Притом некоторые из них я посещал, ну, не раз и не два, так уже, как бы, вот, а некоторые только лишь раз его посещал. Вот, интересно, получился такой отчет у меня, ну, сам перед собой уже просто так, поинтересоваться даже, самому было интересно. И, значит, и, так вот, в тюрьмах, в этих, да, когда вот именно, действительно, освобождают, амнистия, да, это, ну, любой нормальный человек, он просто радуется, он ликует, это самое дорогое слово, это свобода, как раз, да, свобода. Хотя есть такие товарищи, которые, конечно же, приросли к тюрьмам, вот, некоторые старики, которые всю жизнь по тюрьмам, они, как бы, они даже не... Они там состоялись уже, как люди, как кажется. Они там уважают, у них там пайка все время дополнительная, они там, как бы, уже, их любят, там, по-своему, там, охранники их не бьют, там, значит, они, как бы, так вот, ну, уже на таком счету, уже, таком, знаете ли, вот, вот, как бы, и, значит, но все равно, все равно, внутри нормального, любого человека, значит, есть вот это желание свободы, оно есть. Оно заложено Творцом самим, потому что наш Творец, он не тюремщик, наш Творец, он и не узник, вы знаете ли, наш Творец, он свободный, он свободен, и он дал в человека поместил вот это желание, жажду свободы. Если он поместил в себя вот эту жажду свободы и в растительный мир, и в животный мир, то уж в человеческий мир и подавно, друзья, подавно. Вот, и я думаю, что это очень важно, потому что действительно вот эта жизнь и свобода, которую Бог поместил в нас, она действительно расцветает в нем, в Творце, в Боге, когда он поселяется внутри нас, поселяется все это, оно как бы, знаете, как вот бывает, что земля вроде как бы уже пустынная, да, но начинаешь ее поливать, поливать, оп, и что-то прорастает уже. Почему? Ты ничего не сажал, там уже где-то есть эти все семена, они просто ждали хорошего момента, благоприятные условия таких, тепло, сыро, все, значит, и пошла травка эта расти уже, в ней уже, в земле уже есть эти семена. То же самое в человеке есть семена добра, есть семена вот эти вот, они заложены, даже если они как пустыня сердца, все равно, Бог уже поместил себя туда уже, в это естество человеческое. И вот когда это все, благодать приходит, это все оживает, расцветает, все это удивительная вещь происходит. Много очень примеров можно назвать сейчас, просто уже и это последняя программа, вот сегодняшнюю ночь, честно говоря, уже под утро уже как бы, и уже, сейчас будем уже отдыхать уже. Но, знаете, значит, кто у нас сейчас до утра подключился, последний, вот, все эти видео автоматически сохраняются, это такой опыт, у меня лично первый опыт, именно записывать полностью ночное такое бдение. Интересно. Я немного по-другому себе его представлял, как оно будет сегодня у нас происходить, но, это Наталья, а, сестра, рад, что вы с нами сегодня, вот, прям до утра. Вот, значит, и я немного по-другому себе представлял все это, значит, как оно может быть вообще, вот, но, я думаю, мы будем по-разному, в разных форматах проводить такие ночные бдения, вот, чтобы и молитва была, и песнопение, значит, там, значит, там, и, может, литургия как раз, вот, если большая литургия, допустим, там, можно разбить это же на части, и вот, и провести, как раз тоже ночное такое, и вечернюю, там, и, да, литургию, да, с пельным, да, очень здорово было бы все это провести, конечно, так. Вот, и, конечно, благоставляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господне, вот, и прошу ваших молитв тоже, вот, знаете, наш Господь, вот, возлюбленный, да, он действительно тот, кто, с одной стороны, он царь царей, он бог богов, с другой стороны, он нежный друг, любящий, драгоценный, вот, и когда он действительно, вот, живет в нас, то, вот, действительно, ничего невозможного нет, вот, все, даже самое невозможное, оно возможно, вот, он действительно чудотворец, и многие из нас чудеса всевозможные в своей жизни видели, вот, значит, как верующие, вот, кто-то еще увидит много чудес, но самое большое чудо всех чудес, это, вот, это духовное само возрождение, когда Бог становится моим Богом, когда творец, он становится моим личным спасителем и искупителем, слава Богу, вот, и, вот, уже больше 20 лет мое служение, именно реформаторское, тогда православное служение, вот, и молюсь о том, чтобы, друзья, вот, чтобы действительно, и в православной среде, вот, это духовное пробуждение, неслыханное, невиданное, вот, оно совершилось, и тысячи священнослужителей покаялись, обрели их жизнь вечную, спасение через Христа Иисуса, и принесли бы эту жизнь к миллионам и миллионам православных, чтобы те стали действительно христианами, потому что очень часто мы, допустим, там, вот, я как и говорю, православными мы можем быть от православной церкви, допустим, да, вот, католиками, от католической, допустим, да, протестантами, от протестантской, но христианами мы не можем стать ни от православной, ни от католической, ни от протестантской церкви, мы можем стать только лишь от самого Иисуса Христа, христианами, потому что Христос, Он действительно, это тот, кто есть, вот, Вот этот мостик спасения, этот путь спасения И его ничто не заметит, никакая конфессия, никакая динаминация не заметит абсолютно Слава Богу И кем бы мы ни были, какой бы ни были бы конфессии Мы должны знать, что в первую очередь мы христиане А уже во вторую мы там православные или католические, или протестантские Или какие-то еще другие там прочие Главное, что мы христиане Есть такая песня, ее пели несколько раз на разных встречах Он нас делал родными, он нас делал друзьями Дал нам новое имя, нас зовут христиане Слышал, 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 я в консервативной серии Пятидесятники, баптисты поют И баптисты поют тоже, пятидесятники поют Он нас делал друзьями Дал нам новое имя, нас зовут христиане В духе таких старых русских народных народов Мне очень так цепляет, понравилось Отдается из репертуара Русланова, Языкина А, да, да, да Вот, слава Богу На манер Вот так вот И действительно, есть самое высочайшее звание Вот, это не патриарх и не папа римский И не кто-то еще там, пастор Самое высочайшее звание христианин Вот, Христов Или по-русски помазанник Помазанная, да, значит То есть это Христос, который живет в тебе А ты во Христе живущий Вот, слава Богу Благоставляю вас во имя Господне Отец, благодарю тебя за этот Уже утренний час Уже раннее это утро Благодарю тебя, Господь Боже За завершение этой ночи Вот, за то, что этой доброй ночью Мы могли вот так вот Собираться, общаться, молиться Спасибо, Господи Боже, благослови всех, кто был Все эти часы Онлайн, подключался В эфире, значит, был Вот, благослови тех, кто Смотрит, будет смотреть Все эти части Этих встреч В сети, там, на Ютубе В канале, на канале Ютуба Благослови во имя Иисуса Христа А наипаче, Боже, благослови Боже, православных Христиан Господь Божий Как и, в общем-то, всех верующих Божий Да святится имя Твое Святое Да познай от Тебя, Боже, народы все Духом Твоим Святым Да познай от Твой Любовь Святую Твое спасение, исцеление, искупление Потому что Ты действительно Как тут сказано Что Бог Во Христе примирил с Собою мир Не вменяя людям преступления их И дал нам Слово примирения Аминь Благослови вас Во имя Господне Ну и по скриптум Уже под занавес Что аминь Да, да, аминь По скриптум Значит, что Да, в это воскресенье я буду Здесь, в Киеве У себя в церкви А накануне, в субботу Успею, даст Бог В пятницу, в субботу В Одессе В еврейской мессианской общине Так что Очень люблю Одессу Там мы поем часто Вот такие Песни тоже переделанные Значит, под христианский манер Значит, там Ах, Одесса Жемчужина у Бога Ах, Одесса Чудес Ты знала много Ах, Одесса Живи и процветай Живи, моя Одесса И Бога прославляй Мне так нравится Вот И пусть Там На берегу моря Вот Прославляется Имя Господа Иисуса Христа Имя Божье И пусть Евреи Украинцы Русские Кто бы ни был Пусть действительно Люди Всех народов Племен Склонят свои сердца Прид Господом Спасителем Который один За всех И потому все За одного Да Слава Богу Благословения Господних Вам Тоже Сегодня Ну такой Интересный Получился у нас Круг общения Благоставляем Кифу Благоставляем Эсти Благоставляем Семью их Деток Благоставляем Всех братьев Сестер По именам Всех Боже Благослови Господь Коснись каждого Боже Вот И пусть Боже В эти дни Совершится Боже Твоя воля Святая В судьбах Наших Аминь 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 Боже Благослови Украину Беларусь Благослови Господь Боже Россию Все страны Континенты Все народы Боже Благослови Израиль Благослови Иерусалим Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь И пусть благодать Господу нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святого Духа Пребудет со всеми нами Аминь Благословляю Слава Богу Аллилуйя Ой Потянулся уже Ой Аллилуйя Ой Слава Богу Да Так что мир всем Мир Шалом Да Шалом